Привет, товарищи! Мы продолжаем проходить квесты за Тёмное Братство. Ну что же, ребятки, с нами Цицерон, мы находимся в Рифтоне, возле гильдии воров. И давайте поглядим по карте, куда нам нужно перемещаться. Где будет наше задание, вообще, что нам нужно будет делать. Значит, новый квест называется Тёмное Братство Вечно. Теперь я слышащий и глава Тёмного Братства Скайрима. Мой долг внимать словам нашей нечестивой Матроны, Матери Ночи, и исполнять её волю. Вот такой вот небольшой ликбез касательно этого квеста. Давайте поглядим, что надо делать. Поговорить с заказчиком. Хорошо, где он находится? Наш заказчик находится в Уиндхельме. Давайте попробуем туда переместиться. Честно говоря, я подумал сначала, что это Солитюд, потому что в Солитюде нам не рады. И начинают убивать прямо, как только мы туда приближаемся. Ну что же, Виндхельм. Королевский дворец. Наш заказчик находится в Королевском дворце. Поглядим, что там будет такое. Интересно будет посмотреть. Это уже 20-я серия Тёмного Братства. Ну, у меня на компьютере она 20-я. Не знаю, как у вас. Видите, как именем Ярла приказывают тебе остановиться, нам говорят. Значит, можно заплатить штраф, а можно пойти в тюрьму. Если мы начнем его убивать, против нас, скорее всего, полчатся и все другие. Ну что же, давайте повоюем немножко. Имперский солдат. 2-3 удара. Давайте, Цирон. Покажи класс. Вот такой вот контур-удар, такая контур-атака произошла, видите. И мы расправились. Нам дали 1000 владения штраф. Последний свидетель убит, и штраф автоматически снимается. Теперь можете спрятать трупы, если хотите. Можете не прятать, а мы с вами продолжаем двигаться на задание. Поглядим, что там так. Королевский дворец. Ну, я так понимаю, что здесь тоже против нас все обозлены, потому что здесь же, опять же, как и в Солитюде, обитают такие вот чины. А, твою мать. Ну что же, мы случайно окрикнули драконобоя, но все практически избегают этого дела. Так, давайте их разваляем. Давно пора это было сделать. Нам показывает, что нужно сюда зайти. Виндхельм казармы. Ой, друзья, чувствую, это проблемно будет. Очень проблемно. Кстати, надо найти Церона, потому что у него практически все мои вещи, которые мне нужны, поэтому я возвращаюсь. Королевский дворец. И давайте, наверное, выберем какой-нибудь другой крик. Что у нас там криков касательно? Замедление времени, драконобой. Зов доблести. Я думаю, самый актуальный будет Зов доблести. Смотрите, Церон молодец. Очень четко с ними расправился. Так, эти, походу, с нами не воюют. Ну и правильно, в принципе, делают. С нами воюют исключительно стражники. Смотрите, как четко. Имперский солдат. А Церон, сколько у него здоровья? К сожалению, пока не видно. Ну что ж, друзья, давайте двигаться. Нам надо в казармы. Уиндхельм. Да, битва при Уиндхельме. Это было, наверное, последнее, где мы с вами нормально так пообщались с этими стражниками. Но мне никогда не нравился имперский легион. Я вам уже говорил, что, во-первых, это нудные миссии. Во-вторых, генерал Тули меня, честно говоря, откровенно раздражал. Вот они проснулись, смотрите. Мы их сразу здесь положимся. Мы с ними расправимся. Да, репутация, конечно же, в Уиндхельме у нас не самая лучшая. Ух ты, смотрите, как Фелдер старый расправился с ними. Откинул их как можно дальше. Отлично. Жалко, что мы руку ему не отрубили. Хотя можно было бы. Значит, показано, что где-то здесь, получается. Последний свидетель убит. И теперь нас никто не ищет. Может быть, надо вниз спуститься? Потому что... Не знаю, друзья. Поговорить с заказчиком, видите? Наше задание. Так. Ну что ж, давайте пробежимся, посмотрим. Я не знаю. Может быть, это уже непроходимый квест. Потому что все против нас воюют. Так, смотрите. Оказывается, можно спуститься. Знаешь, что-то плакали, а? Тихо, тихо. Цицерон, аккуратненько. Имперский солдат. Мы его убиваем. Так, Цицерона могут убить сейчас, друзья. Так что надо быть предельно аккуратным. Это пустяк. Вот. Его очень мало жизни. Так, ты жив? Отлично. Пополняйся давай здоровьем. Пополняйся. Видите, у него шкала здоровья быстро пополняется довольно-таки. Давайте смотреть, что у них там есть. Но, в принципе, у них ничего интересного на то, что мне нужно, у них нету. Поэтому я буду двигаться дальше. Я спускаюсь все ниже и ниже. В этих казармах. Так, да. Вот наш заказчик, друзья. Так, ну что ты, Цицерончик? Практически у тебя все жизни уже восстановлены. Давайте посмотрим, что это такое. Честно говоря, походу, какие-то камеры здесь, видимо, пытали людей. Так, ну что, отчаянный игрок. Убить объект. Наше задание убить объект. Давайте посмотрим, где этот объект находится. Кто это вообще такой и что он из себя представляет? Так, убить объект. А оно находится вообще на другой стороне Скайрима, именно в Маркарте. Убить объект. Значит, нам надо переместиться будет. Поэтому сейчас будем выходить. Смотрите, пыточные механизмы. Сюда ложили жертву, которую хотели пытать. Руки, ноги приколачивали. И тем самым его растягивали, если тот не признавался в каких-нибудь деяниях. Этот механизм с легкостью мог сломать вам коленные суставы, мог сломать вам позвоночник, мог сломать, там, отделить шею от позвоночника. То есть, да-да-да, ребята, вот такие вот дела происходили. Как бы это странно не звучало, но отделялась практически каждая косточка от соседней, то есть от тела. Это было очень мучительно. Это были страшнейшие муки. В принципе, также пытали в Средневековье. То есть, эти механизмы, скорее всего, взяты в Средневековье. То есть, разработчики добавили их сюда. То есть, вы могли видеть, я не только про этот механизм рассказывал. В других сериях мы встречали с вами и другие пыточные всевозможные механизмы. Я о них тоже старался рассказывать. То есть, я когда-то интересовался этим, мне было интересно. Вот такие вот дела, друзья. Значит, выходим и ищем нашего тела, которое надо убить. Будем смотреть. Так, это казармы. Видите, как мы тут с ними расправились? Все уже мертвы. Можно смотреть. Смотрите, здесь сундук с имуществом пленных. Здесь пусто. И вещественные доказательства. Там тоже пусто. Что у нас здесь? Эти ящики не взаимодействуют с нами. И мы с ними тоже. Можно забрать золото. Стальная стрела. Так, что у них здесь такое? Прочная железная броня. Класс брони 66. Дело в том, что у моего циррона, моего соратника, у него класс брони 94. Поэтому надо будет аккуратно смотреть, чтобы его не убили. И потом все эти вещи забрать. Потому что они очень ценные. Лично для меня. Соловьиная броня. Потом броня стальная, оклепанная, 94. Она довольно солидно стоит. Поэтому не каждый раз такую встретишь. Ну что ж, давайте смотреть. Имперский солдат. Золото. Ключ тюрьмы Уиндхельма. Мы ее взяли. На всякий пожарный пусть будет. Я не знаю, появятся ли сейчас опять враги здесь. Никого нет, видите. Самое интересное, что Ярлы и все командование Уиндхельма во главе с самим этим буревестником. Или кто там у них новый. Йорд. Они как бы не реагируют то, что мы здесь перебили практически всю ихнюю охрану. Им глубоко плевать на это дело. Ну что ж, теперь давайте, друзья, переместимся. Так, где-то Церон. Вот. Так, давайте смотреть. Значит, там надо переместиться в Маркарт. Будем смотреть уже. Убийц-объект. Перемещаемся. А рядом находятся враги. Перемещение невозможно. Хорошо. Так, раз невозможно, тогда будем искать какое-то другое место, где можно переместиться. Рядом враги. Да, врагов здесь довольно много. Значит, давайте выйдем, наверное, из Уиндхельма уже. Появились враги. Давайте по-быстрому свалим отсюда. Кстати, именно у Уиндхельма вы получаете возможность присоединиться к Темному Братству. А Вентус Аритина, его дом находится именно здесь. То есть, смотрите самую первую серию, если хотите. Еще раз. Довольно интересные серии. Я сам с удовольствием пересматриваю. Так, ну что, давайте расправимся с ними. Один имперский солдат готов, и второй тоже сейчас будет готов. Критическое попадание, значит. Так, ну что, мы убили всех, кого можно. Враги, значит, поле видимости нашего. Так. Прыгать я, наверное, пока не буду, хотя можно было бы. Тихо, тихо. Здесь можно убиться. А без проблем можно умертвиться. Очень быстро, при том. Так, давайте куда-нибудь сюда переместимся. Такое место. Так, а туда, походу, нельзя. Что это такое? Морские желуди. Видимо, какой-то алхимический ингредиент. Можно его использовать. Интересно, можно ли плавать в этой воде? Можно плавать без каких-либо проблем. То есть, наш герой не мерзнет. Не получать абсолютно никаких увечий. Из-за того, что он плавает в такой ледяной воде. Нормальный человек больше минуты вряд ли продержался бы. Что это такое? Мы потеряли с вами Цицерона. Я надеюсь, он присоединится к нам чуть позже. Давайте проверим, можно ли перемещаться. Да, перемещение уже доступно. Поэтому перемещаемся в Маркард. На поиски нашего объекта, который нужно убить. Перемещаемся. Надеюсь, Цицерона не убили. И он появится вместе с нами. После подзагрузочки такой. Да, мы переместились с ним. Отлично. Насколько я знаю, в Маркарте мне все рады. То есть, меня здесь никто не преследует. Плохих дел мы с вами здесь не натворили. Так, теперь надо понять, куда именно нам надо. Скорее всего, наверх. Давайте прогуляемся. Дозорный Туран нас остановил. Давайте посмотрим, что он там спросил. Честно говоря, диалог не появился. Я не прочитал. Почему ты спрашиваешь? Страж Стендарра. Мы думаем, в этом доме собираются Дайдра-поклонники. Проводят ритуалы и прочее. Тебе нужна помощь? Я как раз собирался идти внутрь. Хорошо бы, чтобы кто-то прикрывал мне спину. Иди за мной и будь начеку. Дайдра-могущественные и коварные создания. С ними никогда не знаешь, чего ждать. Значит, он зовет нас присоединиться, обыскать заброшенный дом. Ну что, друзья, давайте попробуем. Это такой второстепенный квест. Давайте посмотрим. Я не знаю, чисто случайно мы так наткнулись на этого дозорного. Будем воевать с Дайдрами. Так, наше задание обыскать дом. Значит, теперь на строе. Я думаю, что ничего плохого не будет. Давайте обыщем сундук. Здесь золото и отмычка. Здесь всевозможная экипировка, броня, щит и луки есть. Булава, вон я вижу, мечи. То есть, хотите, можете взять, если вам надо. Так, что у нас тут? Так, значит, проследовать следующую комнату. Давайте пока здесь осмотримся. Еда, вода. Слушайте, здесь оказывается какое-то подземелье. То есть, можно спуститься все ниже и ниже. Давайте попробуем. Я, пожалуй, сохранюсь на всякий пожар. Ну что ж, значит, он говорит, что я видел Двеймера. Цицерон нам говорит. Мы тоже видели Двеймера. Нужен ключ. Этот замок невозможно взломать. Так, куда он свалил, епта? Какая-то чертовщина происходит, друзья. Кого сокрушить? Что-то я паник в этих разговорах. Давайте еще раз. Неужели убийца? Смотрите, здесь как-то все странно так. Какое-то помутнение, рассудка. Изгои думают, что они страшные. Единственный вариант, друзья, чтобы здесь пройти, это, наверное, надо убить этого наставника. Не наставника этого, а надзирателя. Так, может, что нам по карте там скажут? Убить объект. Хорошо. Нам дали дом ужасов. Обыскать заброшенный дом. Как все плохо тут оказывается. Так, буфет, деревянный горшок. А где же может быть ключ, интересно? Где смотреть? Пивная кружка. Комод. Давайте я бы еще, может, ключ будет в комоде. Ботинки, одежда. Не более, как говорится. Не более того. Большой мешок. Морковка. Можно похрустеть морковкой. Хотите? Так. Обыскать сундук. Золото. Эльфийский боевой топор. И железный слиток. Рулоны бумаги. Обыскать еще один комод. Где здесь было? Взять корзину. Не знаю, ребят, что тут никто не появляется. Как бы наживать себе врагов сразу же по появлению не хотелось бы. Деревянная тарелка. Черное одеяние. Давайте убьем его. Не знаю, что это нам даст. Мы его обезглавили. Если что, всегда можно как бы перезагрузиться. Обыскать заброшенный дом. Найти награду. Наше задание. Найти награду. Давайте заберем золото. Отмычку. Одеяние ученика. Школы восстановления. Давайте заберем ее. Золотое кольцо с бриллиантом. 900. Капюшон ученика. Тоже можно забрать. Амулет стендара. Вы блокируете щитом. На 10% больше урона. Сапоги. Железная булава. Значит, надо найти. Нам сказали. Здесь наше вознаграждение. Так, давайте еще раз по карте поглядим. Найти награду. А где она может быть? Видимо, может там уже открылось. Или где-нибудь ключик мы найдем все-таки. Потому что, друзья, я не знаю, где здесь ключи искать. Да, уже открыто. Смотрите, можно пройти. Да, дальше. В недра нам говорят. Так, что у нас здесь? Давайте смотреть. Что здесь за чертовщина вообще творится? Здесь у нас вино. Бочка с медом. Давайте обыщем. Здесь нордский мед. Что у нас тут? Бочка. Пивная бочка. Ничего более. Так, смотрите. Здесь можно пройти. Здесь, оказывается, есть какой-то тайный проход. Давайте залезем, поглядим, что здесь такое. Честно говоря, вот это когда меня заманивают. Говорят, что моя награда меня ждет. Смотрите, что здесь такое. Что-то очень интересное. Ржавая булава здесь находится. Алтарь можно использовать. Вечтожество. Думаешь, молокбал? Что произошло, блядь? Умор в обращении так легко наградит тебя? Мы, походу, в ловушку попали. Что ты видишь из своей клетки? Говори. Мы видим с вами... Тут можно выбрать три варианта ответа. Мы видим с вами алтарь, булаву, которая заржавела. И вижу только колья ловушки. Ну что же, давайте первый выберем. Да, это алтарь. Люди будут приходить и приносить мне в жертву презренных. Сильные накажут слабых. Но даже у лордов Деэдра есть враги. Жрец моей соперницы Боэтии осквернил мой алтарь. Теперь ты здесь. И ты положишь этому конец. Значит, ты хочешь отомстить Боэтии? Месть? Нет. Я хочу подчинения. Хочу, чтобы жрец, который сделал это, встал на колени и отдал мне свою душу. Он приходил проводить на моем алтаре грязные ритуалы Боэтии. Потом пропал. Но его поймали и пленили. Бросили гнить в темнице. Спаси его. Дай ему провести ритуал еще раз. И когда он придет, мы будем его ждать. Ну что ж, нам дали новое задание. Видите, такие вот дела. Значит, здесь есть булава. Деэдрическая, скорее всего. Старая ржавая булава. Нам ее дадут, скорее, когда мы приведем сюда того ублюдка, который в темнице там гниет. Он сделает свой ритуал. И тогда, видимо, нам дадут вознаграждение. Сейчас пока что это недоступно. Ну что ж, друзья, мы к этому еще вернемся. Кстати, нам что-то ничего касательно квеста не написали. Журнал. Да, найти жреца. Ну, сейчас у нас другой квест. Именно Темного Братства. Давайте выполнять его. Очень интересно. Мы еще сюда вернемся обязательно. Так, здесь куда-то можно попасть. Так, что у нас здесь? Возвращаемся обратно. Да, ребятки, это было интересно. В принципе, понятно, что нас просто так зазывали. То есть, никакой награды нам не дали сразу. Зря мы его только убили. Главное, чтобы стражники сейчас против нас не ополчились. Потому что придется потом долго откупаться. Так, мы поднимаемся наверх. Давайте искать, где наша жертва. Вот уже ориентир появился. Вон наши жертвы внизу. Давайте спустимся. Суровая дева щита. Значит, ее, походу, надо убить. Насколько я понимаю. Значит, наш... Чтобы я опять не ступанул. Убить объект, да. Хорошо, давайте убьем. К сожалению, это будет сделать не очень просто. Давайте ее обыщем. Что у нее, имперский щит, стальная броня. Так, бегом отсюда. Бегом отсюда. Быстро валим. Как можно быстрее. Темное братство вечно. Значит, новый квест. Приблизиться к матери ночи. Так, значит, сражник Маркарта. Поймалось. Значит, можно сказать, что я из гильдии. И они, как говорится, нас отпустят. Давайте заплатим штраф. Нет, в замок мы вряд ли пойдем, друзья. Это без нас уже. Это уже без нас. Так, что у нас? Все при нас, как говорится. То есть, теперь давайте валить отсюда. Ты маг из коллегии, верно? Говорят, в последнее время тут все успешно. Так, где же тут выход? Блин, надо еще выход найти. Из этого дела. Переместиться, наверное, быстро не получится. Так. Ну что, ребят, я попытаюсь найти выход. Потому что я в Маркарте не частый гость. Поэтому можно заблудиться здесь покоит. Так, друзья. Вот, смотрите. Мы направляемся прямиком в выход в Скайрим. И будем отправляться обратно в наше убежище. Будем общаться с матерью ночи. Что она в этот раз там там нашепочет? Нашепчет? Какие грязные дела? Какие... Проливать кровь. Так, тенегрифушка, походу, нас ждет. Или это не тенегриф? Да, самый настоящий. Тенегриф, давай сядем. Ну что ж, давайте смотреть. Перемещаться будем. Темное братство. Приблизиться к матери ночи. Данстар. Так, что-то наше убежище... Опять почему-то не показано. Смотрите, наше убежище находится здесь. А матери ночи находится совсем в другом месте. Перемещаемся в Данстар. А оттуда будем уже смотреться. Может быть ее пока не перевезли. Это глупо вроде бы. Было бы. Ну что ж, мы переместились. Давайте смотреть. Вон находится. Видите, ориентир появился. Так, нам показано, что здесь вот наше место. Так, это, походу, то, что мы, помните, купили в гильдии воров. Быстрое перемещение в Данстарское убежище. Да, оно доступно здесь. Сейчас мы с вами быстро переместимся, насколько я понял. Через канализацию. Через канализации, через всевозможные туннели. Ну что ж, мы в убежище. Давайте найдем Матерь Ночи, вон наверху. Пообщаемся, узнаем, что она нам расскажет новенького. Поговори с недоверчивым разбойником в таверне пчела и жала в Рифтоне. Примей от него золото, затем уничтожь цель. Так ты выполнишь договор, подписанный кровью. Движище обустроили. Ну что ж, выходим в Скайрим. И на этом я, пожалуй, серию завершу. Не забывайте, друзья, подписываться на канал. Всегда будут новенькие видео, новые интересные видяшки всевозможных игр. Заходите в Steam Community, заходите на Спасибо, Ева. И не забывайте посещать группу ВКонтакте. Всем спасибо. Всем пока, до новых встреч, друзья.